Здоровья! А это значит сегодня суббота, утро, и впереди нас ждут два выходных дня. И как всегда мы будем говорить о том, что действительно является самым важным, а важнее жизни и здоровья нет ничего. Сегодня в нашей программе. Всего за несколько минут профессор Иосилиане избавляет людей от тяжелых болей в сердце. Вы видите, черное – это все сосуды. Красная кайма на яблоке – признак болезни, которой страдают практически все. Особенно у лиц, страдающих парадонтитом, ёршик – это необходимое средство. Как бороться с парадонтитом в домашних условиях. Звездные советы от Арины Шараповой. Кладу на руки вот эту страшную негритянскую смесь. Как бороться со вздутием живота и проблемным кишечником. Изучаем действия лекарств в эксперименте. Прорыв в лечении трофических язв, стерильный воздух, заставляют микробы умирать от голода. Теперь я наконец смогу носить нормальным летом юбки и ходить на пляж. Почему мы теряем равновесие, говорят дети. Потому что у нас есть ноги. Начать эту программу мы хотим с рассказа о болезни, которую знают все без исключения. Ее главный признак – боль в сердце. Боль необычная. Боль в сердце единственная из всех болей сопровождается страхом смерти. В древности эту болезнь называли грудной жабой, потому что считали, что именно жаба сжимает грудь человека. Сейчас ее называют тинокардия или ишемическая болезнь сердца. Так вот сегодня в лечении этой болезни произошли огромные перемены. Теперь избавиться от невыносимой боли в сердце можно буквально за 30 минут. С помощью вот такого маленького баллончика, введенного прямо в сердечную артерию. Ирина Каширина находится в операционной. Сегодня она должна избавиться от невыносимых болей в сердце, которые мучили ее несколько лет. Эти боли связаны с резким сужением сердечной артерии. Вы видите, черное, это все сосуды в черном контрасте. Вот видите, мне немножко далековато. Вот идет сосуд черный такой, видите его? И видите, какой между ними перерыв, тоненькая ниточка. Вот это атеросклеротическая пляшка, которая закрывает просвет сосудов. Если срочно не расширить сосуд, Ирина погибнет от инфаркта миокарда. Несмотря на то, что хирург будет работать на сосудах сердца, эта операция проходит без наркоза и длится всего несколько минут. Откройте мне 3,5 на... В область бедра, в артерию вставляется тончайшая трубочка, на конце которой находится баллончик и металлический протез. Миллиметр за миллиметром двигаясь вверх, врач достигает сердца и места сужения артерии. Сейчас будем именно раздувать и протез устанавливать. Да, боль будет. Боль сейчас будет. Итак, спиральный баллончик с металлическим каркасом находится в самом узком месте сердечной артерии. Сейчас его раздует, и он прижмет к стенке каркас. Помните, там была перетяжка такая? Вот ее уже нету. Видите? Все установлено. Проходит боль? Проходит, очень хорошо. Болись. Я ждала, не решила. Почему? Кто вас так пугал? Я написал, что она всегда расходила. Ну что ж, дорогие друзья, и в нашей студии все герои этой истории. Прежде всего, это, конечно, профессор Иосилия Ани, который является директором Центра интервенционной кардиологии и главным кардиологом Москвы. И его пациентка Ирина Васильевна Каширина. К вам один единственный вопрос. Вы всю эту процедуру пережили без наркоза. Не было страшно, больно? Во время операции ничего, никакой боли я не чувствовала. И даже было очень удивительно, что так это хорошо, безболезненно и быстро. Мы вам хотим показать, просто принеся в студии, все то, что теперь находится у вас в ваших сердечных артериях. Вот на самом деле, вот на самом кончике видно серебрится проволочка. И под этой проволочкой находится специальный баллончик. Он будет раздуваться и расширять сосуд. А проволока становится тем каркасом, который не даст сосуду вновь уменьшиться в размере. Вот, и сейчас можно посмотреть, как это происходит. Мы, как правило, это делаем медленно, чтобы не травмировать стенку сосуда, а медленно, плавно, чтобы... То есть сейчас мы в сердце? Да. То, что было у вас, вот это в точности то, что поставили вам. И стенд постепенно обволакивает стенки сосуда. Вот мы сейчас дали то оптимальное давление, которое, как правило, мы придаем 12-14 атмосфер. И дальше стенд остается в сосуде, металлическая пружинка, нам ее тут едва видно. Держим в раздутом состоянии, чтобы, как бы, ну, утвердить этот эффект. И потом спрасываем давление, чтобы баллон спался. Баллон извлекается, а вот этот металлический каркасик остается в сосуде. Чудесная техника, правда? Уникальная технология, которая позволяет лечить суженные до крайней степени сердечные артерии вот таким простым раздуванием, и остается вот такой каркасик. Вот такой каркасик остался в вашем сердце, Ирина Васильевна. Вы это знаете? Ну, он абсолютно безопасен. Часто пациенты спрашивают, а не может ли он сместиться, или не может ли он вызвать какие-то такие реакции, которые присущи народному телу. Это все абсолютно безопасно. Я хочу сказать, что вот этот стенд, и тот стенд, который установлен вам, он еще и уникален тем, что это не просто особый металл, не просто пружинка из особого металла, а металл, покрытый лекарством. Лекарством, которое как раз и не дает возможность... Цитостатик. Совершенно верно. Развиваться вокруг этого все-таки чужеродного тела, воспалению, и возникать процессом, который рано или поздно может привести к сужению стента. Поэтому это еще один следующий шаг науки. И стенд этот называется Сайфер, да, Давид Георгиевич? Сайфер. Сайфер. Гениальное изобретение. И сколько лет такой стенд может стоять в сердечном сосуде, не мешая жизни и не требуя замены? Столько, сколько будет жить этот пациент. И вы знаете, я хочу еще сказать, что у профессора Иоселяни есть такая, можно сказать, душевная забота. Дело в том, что он стал инициатором специальной образовательной программы, адресованной людям. И целью этой программы одна, объяснить людям какие-то простые признаки болезни, которая должна заставить их прийти к кардиологу, сделать коронарографию. И может быть, пока не поздно воспользоваться именно таким потрясающим методом лечения. Давайте мы эти признаки назовем признаки болезни, факторы риска, которые должны заставить человека подумать о себе особо. Первое, курение. Это чрезмерный вес, это ожирение, это артериальная гипертония, это сахарный диабет, это гиподинамия и, ну, конечно, в какой-то степени наследственный фактор. Ирина Васильевна, и скажите мне, вы уже почувствовали перемены? Вот вы сказали, что до этой процедуры были боли, в сердце была тревога, страх и так далее. Что сейчас? Что боли нет, я чувствую. Больше пока ничего. Боли нет от того, что даже там, я знаю, что у меня внутри сердца что-то есть, пружинка. И уже это помогает? Я не чувствую. Ну что ж, Ирина Васильевна, вы были в выдающихся руках профессора Исселяни. Дай Бог, чтобы дальше все было у вас хорошо, и я в этом абсолютно уверена. Спасибо вам большое. Ну а наша программа продолжается, и мы продолжаем думать и заботиться о вашем здоровье. И вы знаете, сейчас я хотела бы обратиться к тем людям, которые хотя бы раз, откусив вот такое обычное яблоко,